ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, вы странствующий хирург? Да. Переезжаете добираться к операции? Да. Интересно, почему так поступают не все врачи? Частично потому, что в некоторых городах выбирать не приходится. А вы это сами выбрали? Да, я выбрал сам. Ясно. Некоторые говорят, я хочу конкретного врача, другого не хочу. Да, некоторые говорят, но в наши дни не каждый врач может быть доступен. Но в целом складывается ситуация неплохо. Жить можно. Ясно. Что ж, тысячи у вас уже есть. Вы в десяти шагах от миллиона, и у вас есть две подсказки. Третий вопрос. Две тысячи фунтов. Внимание. Кто в 2003 году лидировал в британских хит-парадах с песней «Сейчас же уходи»? Крэг Дэвид. Даниэл Беннингфилд. Дизи Раскал. Уилл Янг. Я почти уверен, что это Уилл Янг. Уилл Янг. Точно. Это Уилл Янг. Споете? Я думаю, тут слишком много зрителей. Ладно. Я отвечаю «Уилл Янг». Ответ окончательный? Да, Уилл Янг. Правильно, две тысячи ваши. Кстати, Уилл Янг сидел в этом кресле 4-5 лет назад. Была передача с молодыми исполнителями. Там были Эмма Бантон, Эдди Колвилл. У вас две тысячи три подсказки до миллиона девять вопросов. Четвертый вопрос на пять тысяч. Какой формы был шрам у героя книг Джоан Роулинг Гарри Поттера? Полумесяц, молния, метла, змея. В виде молнии. Точно? Да, молния. Ответ окончательный? Да. Думаю, на этот вопрос правильно ответил бы любой ребенок старше 6 лет. Правильно, вы выиграли пять тысяч фунтов. Я ведь не был уверен. Вы угадали? Радуетесь? Да, да, конечно, радуюсь. Позвать врача? Пять тысяч ваши. Пятый вопрос может удвоить ваш выигрыш, и вы еще не использовали подсказки. Сколько хотите выиграть? У каждого есть заветная сумма, чтобы не говорили, а у вас... Да, знаете, 50 тысяч мне бы хватило. Это вам не спичечный коробок. Ясно. Но дело же не только в деньгах. Я давно мечтал сыграть, так что... Теперь будет, что вспомнить старости. Однозначно. Вы молодец, вы в трех шагах от 50 тысяч, и у вас три неиспользованные подсказки. Пятый вопрос. 10 тысяч фунтов. Внимание. Какую должность получил член парламента от Уэльса, Аллан Уильямс, после выборов 2005 года? Это вице-спикер, отец палаты, генеральный прокурор, черная булава. Я не знаю. Подумайте, что вам больше нравится. Какую должность получил член парламента от Уэльса, Аллан Уильямс, после выборов 2005 года? Вице-спикер, отец палаты, генеральный прокурор, черная булава. 10 тысяч фунтов. Я беру помощь зала. Внимание, зал. Джонатан берет первую подсказку. Вопрос на 10 тысяч, серьезное дело. Слушайте вопрос. Какую должность получил член парламента от Уэльса, Аллан Уильямс, после выборов 2005 года? Вариант А. Вице-спикер. Б. Отец палаты. С. Генеральный прокурор. Д. Черная булава. Голосуем. Тридцать два, тридцать пять, шесть и двадцать шесть процентов. И надо что-то выбрать. Надо. Еще можете взять в помощь 50 на 50. Нет, я позвоню Олафу. Олафу? Олафу. Как интересно. Я никогда еще не звонил Олафу. Больше десяти лет передачи, а Олафу не звонил. Ладно, где он? В Москве? Нет, нет, он в Лондоне. Алло. Олаф? Да. Это Крис Тарен, как поживаете? Спасибо, хорошо. Ваш друг Джонатан хочет стать миллионером, и у него пока неплохо получается, но он застрял на одном вопросе. И надеется на вашу помощь. Ясно. Вопрос на 10 тысяч. Понял. Удачи, Джонатан, у вас 30 секунд. Время. Олаф, какую должность получил член парламента от Уэльса Алан Уильямс после выборов 2005 года? А. Вице-спикер. Б. Отец палаты. С. Генеральный прокурор. Или Д. Черная булава. Алан Уильямс, точно не знаю. Но я думаю, отец палаты. Ясно. Но я не уверен. Ладно. Спасибо. Это первое, что пришло в голову, но я... Ясно. Смотрите, отец палаты, фаворит зала, 36%. Но это не то, что я думал. Ладно. Еще не факт, конечно, но... Да. Но есть над чем подумать. Выбирайте. У вас осталась еще подсказка. А вы думаете, какой? Я думаю, вице-спикер. Возможно. Давайте так. Беру 50 на 50. Хорошо. Компьютер, уберите два неверных ответа, оставив один правильный и один неправильный. Черная булава пропала. Генеральный прокурор тоже. Один из ответов принесет вам 10 тысяч, другой отнимет 4. И вы еще можете забрать свои деньги. Я выбираю вице-спикер. Вопреки залу? Да. И вопреки другу Олафу? Выбирайте, решать вам. Все на экране, и тут уже ничего нельзя добавить. Если только... Вице-спикер. Окончательно? Да. Нет, отец палаты. Ответ окончательный? Очень сложно сказать окончательный ответ. Я вас понимаю. Ладно, я подожду. Вице-спикер. Окончательно? Окончательно. У вас было 5 тысяч фунтов. Вы только что потеряли 4. Вы покидаете нас с тысячей фунтов. Жаль, что не больше. Тысяча фунтов лучше, чем ничего. Осталось 8 претендентов. Сейчас проверим, у кого ум острее, а пальцы шустрее. Полная тишина в студии. Следующий вопрос. Расположите британские ипподромы в географическом порядке, начиная с севера. Винкантен, Челтенхэм, Эйр, Атокситер. Так, осталось 8 претендентов. Посмотрим, сколько из них расставили правильно. Северно-юг и так. В Шотландии Эйр. За ним Атокситер в Мидлендсе. Затем Челтенхэм. Восхитительное сооружение. И Винкантен на западе страны. Таков правильный порядок. Теперь посмотрим, кто ответил правильно. Многие. Кто быстрее? Майк Коркоран. За 3,32 секунды. Майк, что вы сидите? Идите сюда. Если бы не позвал, так вы сидели? Да. Все в порядке? Да. Ноги держат? Да. Молодец. Идемте. Следующий игрок – Майк Коркоран из Ноттингема. Он менеджер в компании, занимающейся IT-технологиями. Готовит отчеты для иностранных клиентов. Вот уже 16 лет живет с подругой жизни Ники. Она дома, следит за их тремя котами. У одного из них диабет, ему нужно делать уколы два раза в день. Поэтому поддерживать Майка приехала его сестра Кристин. Они очень близки. Он сказал, что ее будет сложно снимать на передачу, потому что она очень маленькая. Вот так-то. Первый вопрос на 500 фунтов. Зюд аллор. На каком это языке? На французском, испанском, итальянском, греческом. На французском. Правильно. Вы с легкостью ответили на первый вопрос. Вы какой-то ошарашенный. Все как во сне. Нет, это не сон, Майк. Посмотрим на второй вопрос. Гарантированная тысяча фунтов. У вас есть три подсказки. Слушаем. Если вам исполнился полтинник, то сколько вам лет минимум? 10, 25, 50, 80. Спросим у зала. Хорошо, для этого подсказки и есть. Зрители, внимание, нужна ваша помощь в получении тысячи фунтов. Вопрос таков. Если вам исполнился полтинник, то сколько вам лет минимум? А, 10, Б, 25, С, 50, Д, 80. Вопрос на тысячу, голосуем. Надо же, почти единогласно. Послушаю зал. 50. 94%. Ну да. Действительно, это правильный ответ. Тысяча фунтов ваша. Спасибо. Понервничали? Да, но уже лучше. Вы были буквально на волоске. Обещали дойти до 50 без подсказок. Вы говорили, что если дойдете до 20 тысяч, будете рады. Да. А что потратите? Сначала Сафари вместе с Никки, конечно. А еще Крикет. А еще я бы хотел купить ложу на игру. Это было бы просто здорово. Сколько стоит ложа? Больше 10 тысяч. Серьезно? Думаю, да. Дороговато. Надо вам постараться. Да уж. Ладно, у вас осталось две подсказки. Третий вопрос, 2000 фунтов. В каком спорте в ходу фраза «крученый мяч»? Сквошь. Волейбол. Крикет. Бейсбол. Бейсбол. Уверены? Вполне. Это ваш ответ? Да. Правильно, 2000 фунтов. 2000 фунтов. Не смотрите на меня так. Я на всех так смотрю. Это же моя работа. Вам не нравится? Нет. У вас 2000. До 50000 четыре вопроса. У вас остались 50 на 50 и звонок другу. Четвертый вопрос на 5000 фунтов. Внимание. Какой породы собака Тинтино-снежок? Бишон-фризе. Пудель. Фокстерьер. Чихуахуа. По-моему, фокстерьер. Уверены? Насколько возможно. Ваш ответ? Фокстерьер. Окончательно? Да. Это правильный ответ. Господи. Ну вот, у вас 5000. Ответите правильно, удвоите выигрыш. Неправильно, потеряете 4. Останетесь с 1000. Пятый вопрос может принести вам 10 000. Внимание. В какой день 1926 года родилась королева? 19 апреля. 21 апреля. 23 апреля. 25 апреля. Крис, я возьму 50 на 50. Хорошо. Компьютер, уберите два неверных ответа, оставив правильный и неправильный. Как по-вашему, какого числа? Мне кажется, 21-го. Но я не уверен. А почему именно 21-го? Не знаю, почему-то так кажется. Мне надо позвонить Крис. Кто, по-вашему, знает ответ? Королева знает. Да, она точно знает. Вот беда, у нас нет с ней прямой связи. Жаль. Попробую позвонить Тиму. Ладно, звоним Тиму. А почему он должен это знать? У него хорошая память на даты. Он увлекается генеалогией. Ясно. Надеюсь, он знает ответ. Хорошо. Где он живет? В Букингемшире. Алло. Тим? Да. Крис Таррент. Мистер Таррент, добрый вечер. Добрый вечер. Как поживаете? Спасибо, хорошо. Вы знаете, со мной тут ваш друг Майк. Да, Коркорен. Он застрял на одном вопросе. Хорошая новость в том, Тим, что вам выбирать всего из двух вариантов. Чудесно. Лишь один из двух вариантов правильный. Можно просто угадывать. Да, конечно. Очень обнадеживает. Но это вопрос на 10 тысяч фунтов. Не все так просто. Да, я понял. Майк, у вас 30 секунд удачи. Время пошло. Спасибо. Тим, в какой день 1926 года родилась королева? 21 апреля или 23-го? Я на 100% не уверен, но мне кажется, 21-го. Да, я тоже так думал. Ладно. Я не уверен на 100%, Майк, но думаю, 21-го. А на сколько уверен? На 50-60%? 50 на 50. Да их всего два. Отличный выбор. 50 на 50 из двух ответов. Да, с такими друзьями и враги не нужны. Крис, 21 апреля, мой ответ. Уверены? Да, это окончательно. Передумать нельзя. Я знаю. Вам не нравится, когда я так смотрю. Наверное, очень раздражает. Вы только что выиграли 10 тысяч фунтов. Спасибо. 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 Отличный совет по телефону. Зря взял подсказку. 50 на 50. Зря не то слово. 50 на 50 при двух ответах. Вот, молодец. Ну ладно. Вы справились. Молодец. У вас 10 тысяч и нет подсказок. Пошла серьезная игра. Вы можете уйти с 10 тысячами. Неправильный ответ на следующий вопрос может стоить вам 9 тысяч. 1 тысяча останется у вас в любом случае. Вопрос стоит 20 тысяч фунтов. Можете удвоить свой выигрыш. Посмотрим 6-й вопрос из 12-ти. Кто в 2003 году сыграл Теда Хьюза в фильме «Сильвия»? Джуд Лоу, Дэниел Крейг, Колин Ферд, Дэмиан Льюис. Фильм этот я не видел. Тед Хьюз. Тед Хьюз. Мне кажется, Джуд Лоу, но я, честно, не знаю. Я не видел фильм. Знаю, что Тед Хьюз поэт, но рисковать не буду. Спасибо. Нет. Не хочу. Уверен? У меня нет вариантов. Я бы выбрал Джуда Лоу, но фильм я не видел. Забирайте деньги. Да, спасибо. Аплодисменты. Майк Коркорен забирает 10 тысяч фунтов. Если бы вы набрались храбрости и ответили Джуд Лоу, у вас не было бы ложи за 10 тысяч. Вы бы потеряли 9 тысяч. Чудесно. Потому что правильный ответ – Дэниел Крейг. Он уходит с 10 тысячами фунтов. А у нас 10 нетерпеливых претендентов на кресло. Кто, узнаем позже. Джон Хейвард из Бетфордшира. Рахелион Неварес из Западного Йоркшира. Лайнул Лодж из Глостершира. Джон Кентс из Западного Мидленса. Джан Нилл из Нордхэнтоншира. Джереми Боуэр из Бергшира. Марк Селлерс из Лангашшира. Розмари Корбитт из Лорикшира. Зейн Джексон Кёрк из Кента. Пол Гафни из Хемшира. Ну вот, сейчас мы узнаем, кто из наших умников-претендентов займет наше самое знаменитое кресло в мире. Майк выиграл 10 тысяч фунтов, и теперь у нас один вопрос, четыре ответа и единственный верный порядок расположения. Удачи всем. Кто же первым расположит ответы в правильном порядке? Полная тишина в студии. Не отвлекайте участников. Внимание, вопрос. Расположите этих людей в порядке получения именобилевской премии мира. А. Генри Киттингер. Б. Нельсон Мандела. Ц. Теодор Рузвельт. Д. Альберт Швейцер. Кто-то уверен в себе, а кто-то просто в ужасе. Посмотрим. Вот правильный порядок. Теодор Рузвельт в 1906 году, за ним Альберт Швейцер в 1952, потом Киссинджер в 1973, а потом Нельсон Мандела в 1993. Это правильный порядок. Посмотрим, сколько ответили правильно. Правильно ответили всего двое. Кто быстрее? Зейн Джексон Кёрк за 1 секунду и 97 сотых. Вот это скорость. Ну что, теперь за миллионом? Да, за дело. Идемте. АПЛОДИСМЕНТЫ Напротив меня сидит Зейн Джексон Кёрк. Он родом из Новой Зеландии. В Великобритании всего полгода. Живет в Танбридж-Уэллс со своей женой Кейт, которая сейчас здесь. Они поженились три года назад, а до этого вместе занимались профессиональным уходом за больными. В Новой Зеландии Зейн принимал экзамены по вождению и подрабатывал спортивным фотографом. Это его хобби. Они и с Кейт повстречались в темной комнате. Забавная история. Он был фототехником, а она учеником фотографа. И тут-то все и проявилось. Зейн хочет потратить выигрыш на участие в телеигре «Ремонт в каждый дом» и оплатить родным из Новой Зеландии перелет, чтобы они могли увидеть его отремонтированный дом. Правильно ответив на 12 случайных вопросов, Зейн выиграет миллион. Все просто. Конечно, у него есть три подсказки. 50 на 50, звонок другу и помощь зала. Удачи, Зейн. Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Первый вопрос на 500 фунтов. В какой части Великобритании находится Ренфлюшир? Ничего себе. В Шотландии, Англии, Уэльс, Северная Ирландия. Приезжим фору не даете? Нет. Нет, да? В какой части Великобритании находится Ренфлюшир? В Шотландии, Англии, Уэльс? Я бы выбрал Шотландию, но нет. Спрошу зал. Нельзя возвращаться домой ничем. Точно. Помощь залом? Да. Внимание, зал. Помогите Зейну выиграть 500 фунтов. Вот вопрос. В какой части Великобритании находится Ренфлюшир? А, Шотландия. Б, Англия. С, Уэльс. Д, Северная Ирландия. Ренфлюшир. Вопрос на 500 фунтов. Поможем приезжему? Голосуем. 81% считают, что в Шотландии. Довольно много, может, и правильно. 6% за Англию, 10% за Уэльс, 3% Северной Ирландии. Я тоже так думал, но не хотел рисковать. А, Шотландия? Правильно, 500 фунтов ваши. Спасибо. Из какой вы части Новой Зеландии? Северной или Южной? Южный город. Крайст, Чорч. Почему уехали? Это же прекраснейшее место на Земле. Захотелось тут немного пожить. Ладно, у вас есть 500 фунтов. Второй вопрос на тысячу. У вас осталось две подсказки, 50 на 50 и звонок другу. Второй вопрос. В каком ресторане, вероятнее всего, готовят поленту? Итальянском, китайском, турецком, индийском. Я ненавижу вопросы про еду. А еду? Не еду, а вопросы про еду. Полента. Кажется, это итальянское блюдо. Да, итальянское. Правильно, тысяча ваша. Что вы чувствуете, Зайн? Я в ужасе. В ужасе? А вы как думали? Вы выиграли тысячу? Ну да. А что значит, повстречались в темной комнате? Ну, в темной... Такая мистическая история? Нет, так и было. Вы же ее не видели? Почему? При свете видел. Вы включили там свет? Что? Вы включили там свет? Когда она открыла дверь, я увидел ее. Понятно. То есть, секунду... Мы не хотели ничего засветить, так что... Когда вы увидели Кейт, что вы подумали? Что я подумал? Ну да. Уже не помню. Давно это было, Крис? Как это давно? Вы сколько женаты? Десять лет? Почти три года. И уже не помните? Да как-то ничего не врезалось в память. Давно было. Вы истинный романтик? Да. Что она вам сказала, провожая на игру? Домашнее напутствие было? Будь что будет, развлекайся. Ясно. Делай, что хочешь. Хорошо. Все в твоих руках. Ясно. Ну, посмотрим. В руках может оказаться немного. Ладно, у вас тысяча фунтов. Третий вопрос на две тысячи. И у вас две подсказки. Что из ниже перечисленного вид паруса? Бизань. Бистро. Бизон. Бисквит. Ответ А, бизань. Вы уверены? Есть такая мачта. А это значит парус на ней. Бисквит это пирожное. Бизон-животное такое. Бистро, забегаловка. Кафе. Ответ окончательный? Бизань, да. Отвечайте. Варианта. Правильно. Две тысячи ваши. Четвертый вопрос на пять тысяч фунтов. Вы в четырех шагах от пятидесяти тысяч. Посмотрим. У вас есть еще две подсказки. Кто в 2006 году стал ведущим программы «Диски необитаемого острова»? Джон Хамфрис, Кирсти Янг, Джереми Паксман, Сью Макгрегор. Если вы живете в стране всего полгода, вы этого можете не знать. Ну, радио-то я слушаю. Это вам не поможет. Это точно. И где я найду друга, который не живет в Новой Зеландии? Нет у меня таких. И где же вы найдете друга, который не из Новой Зеландии? Они тоже не знают. И что же делать? Найти других друзей. Кто стал ведущим? Ну, возьму 50 на 50. Хорошо. Компьютер, уберите два неверных ответа, оставив один правильный и один неправильный. Пожалуйста. Не знаю, чем вам это поможет. Вы их не знаете. Я слышал о Джоне Хамфрисе. О Кирсти Янг пока еще нет. О Джереми Паксмане я тоже слышал, но его убрали. Кто в 2006 году стал ведущим программы «Диски необитаемого острова»? Джон Хамфрис, Кирсти Янг. Можете выиграть 5000, можете потерять 2000. Де Гаррияно. Гаррияно. Б. Кирсти Янг. Гаррияно огнем. Кирсти Янг. Вы же ее не знаете? Нет, не знаю. Это ваш ответ? Да. Это правильный ответ. Вы выиграли 5000. Итак, у вас 5000. Дав неправильный ответ, потеряете 4000. Но у вас еще есть звонок другу. Большинство из них сейчас завтракают, потому что живут в Новой Зеландии. Пятый вопрос на 10 тысяч фунтов. Посмотрим, Зейн. Какая из этих латинских фраз означает «в установленном порядке»? Я учил латынь в школе. «Ад инфинитум» — это что-то другое в установленном порядке. Какая из этих латинских фраз означает «в установленном порядке»? «Ад инфинитум, ното бене, ин тото про форма». Одна из них стоит 10 тысяч. Пытаюсь вспомнить. Кто же знает латынь? Так, я позвоню другу. Ладно, кому? Сестре Лиами. Сестре Лиами? Она католическая монахиня. Кто? Католическая монахиня наверняка знает латынь. Ладно, мы еще никогда не звонили католическим монахиням. Но почему бы нет? Она в Новой Зеландии? Да. Алло, Сестре Лиами у телефона. Здравствуйте, Сестре Лиами. Это Крис Тарант из Лондона. Игра «Кто хочет стать миллионером». Доброе утро, Крис. Доброе утро, добрый вечер. У нас тут вечер. Как поживаете? Я... сижу на самом краешке стула. Ясно. У нас тут в студии Зейн. Он отлично играет. И сидит очень уютно. Уже выиграл пять тысяч фунтов, но застрял на вопросе на десять тысяч фунтов. Ничего себе. Да, немало. Но вам больше волнений. Ну, ничего. Ладно. Удачи. Передаю слово Зейну. Спасибо. Ясно. Зейн задаст вопрос и скажет четыре варианта ответа. Один из них стоит десять тысяч. Хорошо. Благослови вас Бог. Спасибо, Зейн. Тридцать секунд. Здравствуйте, сестра Лиами. Здравствуй, Зейн. Какая из этих латинских фраз означает «в установленном порядке»? А – «ад инфинитум», «б» – это «нота бене», «с» – «ин тото» или «д» – «проформа». На латыни в установленном порядке. Осталось девять секунд. Шесть. Я бы сказала «проформа». Да, вы уверены? Мы звонили католической монахине Лиами. Обалдеть. Проформа. Пять тысяч могут превратиться в десять. Про – значит «для», так ведь? Значит, не может быть. Нет, я не знаю, Крис. Она была довольно уверена. Она сказала «проформа», но я... Я не уверен из-за первого «про». Нет, я заберу пять тысяч, Крис. Точно? Да. Потому что у вас было пару уроков латыни. Да. Главное, было весело. Понравилось? Да, такая сумма тоже неплохо. Отлично. Аплодисменты Зейну. Он выиграл пять тысяч фунтов. И вы хотите узнать правильный ответ? Вы хотите узнать правильный ответ? Я бы сказал «этоцэ». «Интото»? Да, но не рискнул. Нам было не тяжело позвонить вашей сестре Лиами, монахине из Новой Зеландии. «Проформа» – правильный ответ. Она меня прибьет. Хотя нет, она же монахиня. Именно. Аплодисменты Зейну. Он уходит с пятью тысячами. Осталось девять претендентов, желающих доказать, что их пальцы шустрее, чем у других. Посмотрим, кто следующим вступит в свет прожекторов и попробует изменить свою жизнь. Полная тишина в студии. Следующий вопрос. Составьте из этих слов известную фразу лорда Нельсона. Англия ожидает свой долг, что каждый исполнит. Все быстро отвечали, посмотрим, правильно ли. Цитата звучит так. Англия ожидает, что каждый исполнит свой долг. Вот так. Это знаменитая фраза лорда Нельсона перед битвой. Сколько человек ответили правильно? Думаю, много. Посмотрим. Многие, но не все. Кто быстрее? Рахелио Неварес. За 2,86 секунды. Идите сюда, Рахелио. Как поживаете? Рахелио Неварес. Правильно? Да, очень правильно. Спасибо. Он, как вы уже догадались, родом из Мексики. 6 лет он жил и учился в России, затем вернулся в Мехико, где 8 лет руководил собственной школой актерского мастерства. В 2002 году стал замдиректора школы актерского мастерства в Литсе. Он и сам играет на сцене. В России он познакомился с будущей женой Эльвирой. Они женаты уже 17 лет. Улыбаясь, она поддерживает его из зала. У них двое детей. 15-летнего сына зовут Рахелио-младший. А папу зовут Рахелио... Так и есть. ...старший. Наверное, весело в Рождество. И 11-летняя Анастасия. Рахелио старший этот, не тот, который самый старший, а старший этот. Как вы не путаетесь? Хочет показать семье Европу и Китай, если ему сегодня повезет. Но главное его желание открыть собственную актерскую школу в Великобритании, такую же, как на родине в Мексике. Да, есть над чем поработать, Рахелио старший. 12 вопросов, 3 подсказки, миллион фунтов. Удачи! Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Первый вопрос на 500 фунтов. Внимание! Какого цвета карточку показывают игроку за неспортивное поведение? Синюю, зеленую, желтую, оранжевую. Желтую. Правильно, 500 фунтов ваши. Ответ на второй вопрос гарантирует вам 1000 фунтов. Сейчас последний момент, когда вы можете уйти ни с чем. Но, надеюсь, этого не будет. У вас есть три подсказки. Незгораемая 1000 фунтов. Внимание! Назовите фамилию президента США, которого звали Тедди. Вашингтон, Линкольн, Рузвельт, Джекерсон. Рузвельт. Ответ окончательный? Да. Правильно, 1000 фунтов ваши. Как настроение? Отлично. Не обничаете? Нет. Я правильно понял, вы родились в Мексике. Да. И поехали в Россию. В 20 лет. Да? Зачем? Учиться актерскому мастерству. Ясно. А почему в Россию, а не куда-то еще? Видите ли, школа Станиславского – это основа всего по всему миру. Да. Все началось с нее. Поэтому я хотел учиться у тех, кто учился у Станиславского. Это было очень... Там вы познакомились с Эльвирой? Правильно. И после всех этих увлекательных путешествий по всему миру, вы оказались в Лидсе. Да. Это самое интересное место. Почему вы хотите открыть школу в Лидсе? Ну, понимаете, мне просто предложили стать директором. У меня был выбор между несколькими школами актерского мастерства, и я решил принять этот вызов. Я стараюсь действовать именно так по жизни. Понимаете? Да. Хочу взять отсталую школу, как раньше дома. И давно вы уже здесь? Так, где-то лет пять. Пять лет. Примерно. В идеале, сколько вы бы хотели? То есть, в идеале, миллион, но на какую сумму вы нацелились? Если я назову сумму меньше миллиона, у меня будут проблемы с женой. Серьезно? Какая суровая женщина. Ладно, тысяча ваша. Третий вопрос на две тысячи. Какое из этих животных плотоядное? Орангутанг, волк, жираф, носорог. Волк. Окончательный ответ? Да. Правильно, две тысячи ваши. Четвертый вопрос. Пять тысяч фунтов. У вас в запасе все три подсказки. Какое из этих городов не фигурирует в названии пьесы Шекспира? Не фигурирует в названии пьесы Шекспира? Венеция, Лондон, Виндзор, Верона. Лондон. Уверены? Лондон. Окончательный ответ? Да. Правильно, вы выиграли пять тысяч фунтов. На русский язык программа озвучена компанией «Видеофильм» по заказу телекомпании «Стрим» в 2011 году. Аплодисменты «Видеофильм»